В 2007 году был создан самый маленький телевизионный экран, который был занесен в книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на свои крохотные размеры, он действительно способен передавать картинку. Немецкие исследователи представили в 2011 году новый вид одноразовых камер. Ее объем составляет всего 1 кубический миллиметр. Это устройство оказалось просто незаменимым в медицине. Мини-жучок размером с одноцентовую монету, помимо банального шпионажа, может применяться и во множестве других сфер. Применение миниатюрного гаджета ограничивается лишь фантазией. Привет, с вами канал Фактория! Этим рожком мороженого точно никто не сможет наестся. Скорее всего он был создан только для того, чтобы похвастаться перед знакомыми своей ловкостью рук. Для того, чтобы воспользоваться этой компьютерной мышью, потребуется всего два пальца. Несмотря на свои незначительные размеры, устройство имеет классический функционал. Нет, это не телефонная будка. Это полноценный полицейский участок, который функционирует в настоящее время и находится в одном из городов американского штата Флорида. Для тех, кто не смог наесться мороженкой, которую мы видели ранее, кто-то приготовил крохотные пончики. По всем правилам, выпечка была упакована в коробку. Почтовая служба World Postal Service, которая находится в городе Сан-Франциско, США, переводит ваши письма в миниатюрную форму. После этого получатель сможет разобрать текст только при помощи увеличительного стекла. Плюшевый медвежонок Мини-Пух, размеры которого достигают всего 5 миллиметров, был вручную сшит немецким скульптором Беттиной Камински. Кто-то создал миниатюрную камеру. Причем не такую, которыми мы привыкли обычно пользоваться, а такую, какими пользовались наши предки в прошлом столетии. Думаю, письма, про которые я рассказал ранее, нужно читать именно при помощи такой лупы. Это позволит максимально проникнуться атмосферой маленьких вещей. Самая маленькая в мире диорама деревни. Она впечатляет крошечной моделью поезда, состоящей из пяти вагонов, который наматывает круг за кругом по этой локации. Чтобы прочесть такую книгу, вам вновь придется вооружиться лупой, которую мы видели ранее. Просто представьте, какой запас терпения надо иметь, чтобы создавать подобные вещи. Когда станет темно для прочтения мини-книг и написания мини-писем, вам потребуется мини-лампа. Несмотря на свои небольшие размеры, она довольно неплохо освещает. Глядя на эту бутылочку виски, вспоминаются отели, в холодильниках которых стоят небольшие порции различных напитков. Кажется, кто-то смог переплюнуть их своим творением. Многие в детстве любили коллекционировать модельки различных автомобилей. Некоторые занимаются этим и будучи уже взрослыми. Думаю, все они хотели бы иметь в своей коллекции такую модель. У кого в детстве помимо моделей машин были домики для кукол? Некоторые из таких домов делают настолько детализированными, что двери в них действительно открываются с помощью настоящих ключей. Этот гаджет, похоже, был придуман для тех, кто в путешествиях любит делать множество красивых фотографий. Но громоздкий фотоаппарат носить с собой не хочет. Доктор Роберт Ждарвик создал самое маленькое в мире искусственное сердце, предназначенное для самых маленьких пациентов. Его размеры сопоставимы с размерами обычной батарейки. Самый маленький снеговик в мире в поперечном разрезе достигает всего одной сотой миллиметра. То есть он в пять раз тоньше человеческого волоса. Его создали эксперты из национальной физической лаборатории в западном Лондоне. Микроскопическую скульптуру создал художник Джон Тигурвиц в 2015 году. Ее можно спокойно разместить на человеческом волосе. Сколько же труда было вложено в это произведение? Рассел Берри, исследователь нанотехнологий из Израиля, выгравировал еврейскую библию на чипе размером с крупицу сахара. Для создания нано-библии использовался сфокусированный пучок ионов. При помощи наноразмерного 3D-принтера в 2012 году учеными Венского технологического института был создан болид Формулы-1 шириной всего 100 микрометров. Размер микромыслителя, созданного в 2007 году корейскими исследователями, всего в два раза больше размера эритроцита. На крошечной модели видны пальцы и даже мышцы. А эта скульптура трехмерного быка может похвастаться тем, что она размером с эритроцит. Японские инженеры выгравировали ее в 2001 году из пластика. Русские дизайнеры Анатолий и Станислав Коненко создали самый маленький в мире аквариум, длина которого 30 миллиметров, ширина 14 миллиметров, а высота 24 миллиметра. Самое интересное то, что в нем действительно обитает рыбка вида Данио Рейро. Свис Миниган не просто какая-то фигурка, а самый настоящий пистолет, способный стрелять крошечными пулями, которые вылетают из ствола со скоростью свыше 430 километров в час. Копию джентльменского набора 18 века создал Уильям Робертсон с пропорциями 1 к 12. Просто посмотрите, какое количество мелких деталей и инструментов было сделано. Трехколесный автомобиль Пил 50 является самым маленьким авто, когда-либо допущенным к эксплуатации на дорогах. Его вес всего 69 килограмм, а максимальная скорость 16 километров в час. Длина этой гитары равна 10 микронам, а толщина каждой струны 50 нанометров. Это и делает ее самым маленьким, действительно работающим музыкальным инструментом в мире. Помимо размера этого топора, впечатляет и материал, из которого он сделан. Такого красивого внешнего вида добивались скрупулезным трудом. Еще один пример тщательной и долгой работы. Сразу три фигуры динозавров, собранные внутри маленькой стеклянной баночки. Как считаете, сколько на этот проект было затрачено времени? Те, кому понравилась идея с крошечными письмами, точно оценят такие крошечные посылки. Пока что еще нет фирмы, которая на них специализируется. Так что это может сделать кто-нибудь из вас. Такие ножницы пригодятся разве что девочкам, которые решили подстричь своих кукол. Как бы игрушечный инструмент не выглядел, он вполне справляется со своей основной задачей. Хоть этот рояль не смог переплюнуть микроскопическую гитару по своим размерам, но зато на нем действительно можно сыграть без каких-либо специальных приспособлений. Эта тюрьма была построена на Нормандских островах в 1856 году. В ней было место всего для двух заключенных, которые отбывали свои сроки в весьма стесненных условиях. Хотите, чтобы ребенок помог с работами на вашем участке? Купите ему асфальтоукладчик таких размеров. С управлением справятся даже самые маленькие. Самый маленький парк в мире находится в американском городке Портланд и носит название Мил энд парк. В самом парке есть бассейн для бабочек, колесо обозрения и крошечные статуи. Уроженец британского города Бирмингем Уиллард Уигган является мастером миниатюрных скульптур. Его работы известны по всему миру. В ушке этой иголки стоит принц Уильям со своей женой Кейт Миддлтон. А здесь уменьшенная во множество раз копия всемирно известной статуи свободы. Просто гляньте на эту детализацию. Ну разве это не впечатляет? Среди прочих скульптур, которые едва можно разглядеть невооруженным глазом, многие выделяют этот караван верблюдов. Художник имеет дислексию и поэтому никогда не отличался в школе. Но он нашел свое призвание в искусстве. И теперь каждое его произведение впечатляет сильнее предыдущего. Свен Юрвин соорудил не просто маленькую лодку, а настоящее океанское судно. На нем он планирует обогнуть весь земной шар без причаливания к берегу. Этот самолет выпускали с конца 1960-х до середины 70-х годов. И он до сих пор считается самым маленьким реактивным самолетом в мире. А как вам такая фигурка, вырезанная из дерева, размеры которой меньше обычной монеты? Мастер вдобавок ко всему решил еще и покрасить свое творение. Для создания маленьких мечей определенно потребуется маленькая наковальня. Именно поэтому кто-то для начала решил сделать ее. Некоторые считают, что делать инструменты слишком просто. Именно после таких идей на свет появляются целые миниатюрные станки с множеством различных рычагов. Хотите верьте, хотите нет, но эта электродрель действительно работает. Питает инструмент батарейка-таблетка. Идеально подойдет для ремонта в кукольных домиках. Чайник весом в 1,4 грамма был создан мастером по керамике Ву Руишеном. Хоть он и помещается на кончике пальца, но все равно пригоден для того, чтобы в нем заваривали чай. Этот чайник выполнен уже из стекла. И он также способен выполнять свою первостепенную функцию. Правда, вряд ли кто-нибудь станет пользоваться им по назначению. Для вязания маленькой одежды некоторые вместо спиц используют иголки. Насколько же аккуратным нужно быть для такого занятия? В мастерской, где создаются миниатюрные произведения, точно не обойтись без таких маленьких тисков. Ну и конечно же без мини-гаечного ключа тоже обойтись будет трудно, собирая крошечные конструкции. Такие отвертки вам пригодятся, если младший брат или сестра попросит починить его игрушечный домик. Сегодня мы уже видели крохотную бутылку виски. Теперь пришел черед миниатюрной связки пива, которая включает сразу шесть бутылочек. Если вы хотите построить что-то небольшое из дерева, то этот рубанок будет незаменим в таких работах. Помните, я показывал вам, как люди вяжут при помощи игл? Вот что, собственно, профессионал может связать с таким способом. Кто-то решился не ограничиваться одной фигуркой и сделал целое семейство пингвинов, причем разных размеров. А если ваш основной талант это рисование, то для создания миниатюрных работ вам понадобятся такие карандаши размером с щепки. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео.